и снова здравствуйте всем привет давайте еще немножко информации как значит настроить рик когда у нас значит анимация и не соответствует движение значит держащему объекту давайте посмотрим как это все выглядит значит но на нампаде пока вот такая вот штукенция и значит п английская нажимаем и пошли значит берем е эту значит пушку и идем когда мы начинаем бежать мы видим что у нас рука до отдельно от ствола вот следующее значит положение когда поворачиваемся тоже видим что значит винтовка не держит значит руки не держат винтовку ну как это все можно исправить давайте посмотрим и все это дело подкорректируем так погнали выбираем персонажа заходим сначала заходим в дроп дропшит и здесь у нас по прошлым роликом прописаны все закинутые анимации которые нам могут пригодиться значит для создания походки каких-то движений да ну давайте вот выберем первую эту походку которую вот он просто стоит вот так куда как бы он ее держит винтовку но у него значит не держит цевьё вот эти пальцы давайте зайдем теперь следом значит таймлайн и здесь у нас есть анимация рик не переделанный значит аддоном именно вот просто фикей давайте поправлять что нам нужно смотрим вот он просто стоит и у него просто значит вот эта штукенция как бы ну в руке ходуном ходит да так зайдем в пост мод и и вот у нас уже рик для работы значит выбираем косточки давайте сначала подсожмем вот эти видите что пальцы пальцы здесь не прописаны и это как бы хорошо как бы это нам будет очень нормально не удалять какие-то анимации а просто переписать подогнать и так далее да так ну чтобы в цевьё не ложились так значит что имеем если у нас пальцы не прописаны то для нас это как бы хорошо значит это есть очень зашибись сильно не загибаем после сейчас может еще будет ходить значит ствол по другой штуки g видите что можно пальцы как бы еще натягивать передвигать так держит вроде бы хорошо что нужно сделать нужно выбрать все вот эти пальцы но мы не переписываем косточку значит кисти и не переписываем косточку предплечье вот вот таким вот образом да значит прописываем и на этом кадре находим другой кадр здесь у нас теперь пальцы постоянно будет согнуты так какой палец не согнутый но это значит корректируем то что не заметили там то что и убежала то что там не так как-то стало вот этот палец можно еще разу посильнее приезжать да в принципе держат как бы хорошо значит можно переписать а и полностью весь кадр так теперь раз у нас все анимации начинаются с нулевого кадра выбранный значит весь рик передвигаем на нулевой кадр чтобы у нас в игрушке все начиналось с нулевого кадра или ставим если они все идут с первого ставим с первого кадра так значит что у нас на руку вот с кистью руки у нас как бы все прописано дам все прописано как обыграть эту штуку находим где он начинает двигаться ну в принципе она посмотрим насколько он будет вылазить из нашей кисти принципе в анимации да вот единство палец вот этот можно отвести и все будет нормально это прям спасает положение очень да так выбираем вот этот палец и просто значит от нашего вот этого цевья как бы отводим так видите плохо что здесь нет вот этих вот еще косточек которые позволили бы нам сделать мягкую кисть ну в принципе как бы вот со спины это будет не видно все будет в принципе нормально так эту анимацию подкорректировали так я хочу еще что сделать добавить выйдет мод вот этому персонажу закрыть рот вытаскиваем косточку alt p clear prmg и подгоняем ее значит на нашу челюсть да ну чтобы как бы персонаж мог бы орать там что-нибудь ну и по прошлым роликом shift d подставляем на верхнюю эту часть чтобы у нас когда будет закрываться нижняя челюсть не ломалась верхняя и посмотрим я так не делал control пики полцать сейчас попробуем перевязать нашего персонажа чтобы вот эти косточки привязали сделаем control пи white автоматик виджет копа и наш персонаж что сделал все держит но у нас как бы приподнялась шляпка шляпа а а ну-ка g это мы можем просто поправить в таком вот варианте и попробуем закрыть рот если привязались кости да так control z не двигаем заходим в post mode выбираем значит косточку и закрываем нашу челюсть вот так единство что вот убежали теперь глаза потому что он чуть приподнялся вот эту косточку давайте пропишем и и зайдем в облик мод найдем нас вот эти глаза и просто значит из-за того что как бы изменилась наверное привязка что-то где-то приподнялось потому что еще персонаж настроен у нас значит на движение на всю штуку еще вопрос будет ли он после этого двигаться заодно будет интересно посмотреть да так глаза немножко r как давайте привяжем их с это origin 3d геометрии них очень далеко как бы геометрия стоит да так ну в принципе нормально так это будет основной значит наш персонаж заходим опять же в скульп мод и значит f английская уменьшаем кисть добавляем по прошлым роликом шутки ставим ползунок значит до упора на единичку ну и переключимся на кисточку мофф или мофф эластик да так здесь в игрушку я не буду ему вставлять еще дополнительные кости чтобы как бы не весело да есть такое дело ну давайте это все дело пропишем все это как бы корректировка рта без дополнительных костей добавим еще один шипкий и значит тут это все дело можно тоже заанимировать прописываем где-то на пятом кадре будет это все дело и наш персонаж как бы пусть моргнет да так и под углом на тех она под углом не получается ну так чуть-чуть хотя бы так вот можно еще вперед значит что-то там подтянуть что-то там опустить вот здесь от брови подтянуть тут сетку тоже подтянуть где-то что-то прищур да щеки когда он значит моргает щеки у него вот эти части поднимаются свет поднимается и часть вот этой значит бороды да может пусть одна сторона чтоб прикольно было такой как бы она и одна часть как будто я больше на надувается а это как бы сдувается как чуть-чуть бороду подкорректируем уже прикольненько так было да ну вот это все дело пропишем и на пятом кадре сбросим все анимации пропишем и 5 10 и пятнадцатый пусть он тоже как бы ну не полностью да так половина откроет давайте проверим посмотрим вот так и тут вот такой вопрос это как бы вот эти ошибки принадлежат только нашему персонажу и когда они будут работать они будут работать именно только в его кадрах да заходим в обжиг мод заходим на нашего персонажа заходим в пост мод английская а и смотрим 85 у него кадров это значит просто он стоит с оружием да значит тогда заходим в обжиг мод находим нашего персонажа 85 кадр прописываем шибкий ну какой-нибудь да вот который моргает и давайте шифт д вот это все через какой-то промежуток поставим чтобы было несколько раз допустим моргания так вот он стоит вот и просто моргает все с этим нормально разобрались можно потом на этого персонажа еще каких-то шипкеев накидывать как эти шипкеи значит применить чтобы они были прописаны но их бы как бы не было да нажимаем вот эту штукенцию и делаем apply all шипкеи применить все шипкеи вот они и когда мы их применим смотрим что получается он моргает ну как бы результат как бы не тот да так тогда control z control z что тут еще есть у нас он делит мофту по ну можно запечь его конечно да мир от зеркалить не новый шейп трансфер а ну-ка если трансфер что это получилось как бы а ну-ка control z control z ну короче применить запечь только как запекать ну на этом персонажа в принципе для игрушки пойдет да так следом он выбираем наши крик заходим доп шит и находим следующий где он допустим бег с ружьем самый такой как бы сложный штук да так смотрим опять же повторяем заходим посмотрю только теперь видите что у нас здесь какая штукенция находим третий кадр видите на третьем кадре он как бы так он как бы держит да вот эту штуку давайте подправим ее раз пропишем так если только эту так не не порим горячку смотрим вот эту яйца подниму на седьмом а ну-ка джи смотрим отключаем как тут все ложится значит пробуем другую косточку менять какая нам подойдет нам подойдет вот это это ключица мы ее удаляем прописываем чуть-чуть значит подальше и подгадываемся под наш ствол и прописываем ее и следом подводим нас вот эту вот кисть сейчас вот тут уже чуть-чуть так выбираем кости и надо как бы ну так вот alt h не то нажал так а ну-ка выбираем косточку и джи как бы корректируем вот наш палец по стволу да вот так вот делаем делаем r перекруточку и джи ну чтоб симпатюшно было да хорошо что повторюсь у нас не прописаны пальцы мы их просто через shift выбираем вот эти все и просто подгибаем вот так ну в принципе что ну мизинец как бы держит да тут можно перекруточку сделать в эту сторону так мизинец надо подкорректировать вот так самый как говорится проблемный палец это мизинец он маленький и получается что когда с ним происходят какие-то метаморфозы он как бы мотыляется на задворках нашей руки так в принципе что с этим все нормально так выбираем всю кисть руки так и не выбираем только вот эти вот наши кости прописываем и все теперь рука будет постоянно как бы пальцы будет контрол z контрол z контрол z контрол z вот вот прописываем и анимацию да значит первых кадров ликвидируем не получая а все все получается пардон теперь только нужно найти какую руку подставить ему значит на нулевом кадре проверяем как она ложится вот тогда прописываем и остальные кадры можем удалить теперь нам поможет какая штука нам поможет включиться мы ее можем отвести и раз у него руки нестандартные подгадать под нашу значит вот эту штукенцию и как бы это будет правильно да чтобы расширить вот это все дело прописываем и и тогда вот это раз ключица ненужные кадры удаляем так персонаж бежит вот персонаж бежит так и теперь вот эту ключицу находим где кадр более-менее ствол держит прописываем ее и и и на другом кадре на другом кадре на другом кадре здесь уже значит R руку опускаем вот видите тут еще как бы вот эта настройка веса видите ломает вот эту бицуху вот нужно это тоже будет подправить так ну и прописываем и на другом кадре смотрим что да как все теперь нам только поправлять ствол ствол будем поправлять только кистью нам понадобится первый кадр мы его сохраняем потому что он как бы держит значит наш вот эту наш ствол находим теперь пятый кадр делаем R делаем R делаем R загоняем это все дело у нас значит рука вот так да прописываем и предыдущие удаляем кадры находим десятый кадр G не прокатывает такое дело да но в принципе если он бежит главное чтобы рука держала ствол значит вот так и прописываем I предыдущий тоже DELETE находим так 16 и на 16 у нас в SHIFT D должен быть конечный первый кадр тогда вот это тоже удаляем и смотрим так значит и прописка и прописка это тоже ну немного кадров есть чтобы исправить видите тут в принципе попадает ну пару кадров нужно руку вот эту переписать это сейчас мы все подправим так это мы подправим теперь нам нужно подправлять уже вот эту бицуху так здесь она как бы нормально да а ну-ка если я буду ее сюда гнуть так прописываю I и тогда придется еще даже кисть руки прописать но это уже значит выбираем 10 20 кадр оп вниз а эту тогда вверх так и эту тогда кисть нужно тоже подкорректировать в эту сторону так тогда здесь уже у нас R немножко казуса да прописываем A и прописка выбираем кадры которые нам не понадобятся которые участвовали допустим да вот пальцы так это остается также вот эти наверное удалим на кисть руки так 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 и в принципе что чтобы не было трясучки нам нужно просто а ну-ка R уводить плечо и уводить руку да а и прописка так и прописка так и прописка так каких-то ключей нужно удалить так 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 и значит 10 ключ тоже удаляем лучше переписать это да ну-ка давайте я перепишу ее заново так это G на нулевой пятый кадр что у нас тут с плечом правильно он уходит вниз экономит нам время так тут он уже как бы задирается под этот кадр и тут как бы уходит все в принципе анимация готова так так что у нас с этой рукой угу давайте перепишем тогда и эту руку это будет у нас пятый кадр и прописка тогда удаляем предыдущие первую нам подходит так потом так это пятый десятый находим R подкорректируем под эту руку предыдущие кадры тоже удалим ну и шестнадцатый конечный будет у нас первый shift D так и десятый вот эти ликвидируем так ну все в принципе правильно теперь нам нужен вот это плечо делаем R делаем ее G вперед и прописка здесь она попадает здесь все нормально но двенадцатый нам уже не нужен оп нормально но так десятый держит ровно так давайте ага ну чуть чуть G оттянем ну и шестнадцатый допустим shift D первый кадр все по шестнадцать кадров так так теперь тут у нас что происходит шестнадцатый кадр закручиваем R так находим первый shift D а и копируем вот что тут копируем так вот это да так так и прописка тогда выбираем кисть руки и значит вот этот shift D на шестнадцатый кадр конечный чтоб одинаковые были так здесь у нас что получается угу 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 прописка двенадцатый тогда удаляем потому что он будет создавать неправильное значит вот эту штуку вот так и здесь мы уже плечом поиграем да что у нас получается в принципе что все хорошо только вот нужно все хорошо но есть одно но да вот сюда и загнать и пропишем и именно только одну косточку меньше костей двигаем для чего это делается для того чтобы не было потом в анимации тряски так так какой-то когда вот этот можно уже так удалить так и вот тут еще какая штука что здесь ствол тоже должен быть подняты надо надо его побольше если сделать ствол он будет ну подлиннее как бы да но они вообще винчестеры короткие так и вот здесь промежуточный вот за что я и всегда говорю что переписывать оно хорошо но бывает вот это предыдущие кадры как бы тянут не ту анимацию за собой видите я переделаю один а другой кадр тянет за собой другие действия шифт д на первый трасс последнего меняем а шифт д вот поменял я да последний кадр значит переделываем первый а ну ка р так ctrl z и старайтесь работать если вам надо будет что-то подправить старайтесь работать с меньшим количеством костей да так еще подправим вот здесь кисть на пятом да прописываем и предыдущие так значит delete так ну здесь уже нормально теперь на восьмом подкорректируем тут руку угу 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 И прописываем по новой, где исправлено было. Давайте всё это по новой пропишем. Так, а здесь 12-й L, кисть нагибается. Тогда попробуем 10-й удалить, чтобы мягче был переход. Так, смотрим на палец. Ну, всё держит, всё нормально. Прописываем смело. Так, и смотрим, что у нас получается. Так, 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 так. Нажимаем A и удаляем вот эту связку, да? Которая дёргается, вот эту. Прописываем новые кадры. Так, ну, уже вроде бы как бы нормально, да? Только вот единственное, что рука, видите, что сплющивает. Так, и что можем сделать с этим делом? Ну, чтобы со спины красиво было, да? Подправляем какую-то часть, допустим, ну, чтобы рука так далеко не уходила. Ну, вот, вот irgendwie... Так. Продолжение следует... Так, ну всё нормально, смотрим Object Mode, теперь 0 на нампаде, включаем нашего персонажа и смотрим, как он будет бежать, что будет теперь с рукой, да, P английская, подходим, берём, значит, ствол, и вот уже попёрли, видите, он уже держит ствол, уже нормально. И при походке он тоже, руки у него нормальные, единственное, что, так, это статика, что ли, отключена. Нет, вроде, так. На здание только что, наверное. Так, вот он тут готовится к стрельбе. Так, и вот ещё повороты, давайте посмотрим, где поворот. Вот, цикардос поворот, да, но влево он, видите, возвращается на исходную, а должен мягко поворачивать. Давайте исправим и эту стуку. Так, что у нас получается? Тут вообще не проблема, да. И видим, что раз он возвращается, ну вот он повернул, назад он должен вот так вернуться, хоп. Такая штукенция у него. Но, ровно он не должен становиться, у него должен какой-то переходный быть момент, вот этот, да. Заходим тогда в PostMode, английская А. И давайте уменьшим вот этот поворот, уберём предыдущие анимации. G, подтянем это дело на нулевой кадр, у нас, запоминаем, 25. Вот, да. Нормально. Так. Вот он раз, уходит, но он не должен выравниваться с этой штукой, да. Потому что, как бы, ровно он не должен становиться. А ну-ка, подождите, или должен. Так, Ctrl-Z. Так, а ну-ка. Вот я если поворачиваю, да, стою ровно, он раз и повернулся. Не нужно, допустим, чтобы он повернулся направо. Он должен раз и сделать полный оборот, да. А, ну да. А ну-ка, ну давайте попробуем, вот это удалим. G поставим сюда. Так, зайдём теперь в оборот, нажмём P, английскую, и попробуем повернуть влево, а потом вправо. Вот он возвращается на первый этот кадр, да. Ну, в принципе, вот с этой стороны он нормально поворачивает. Нужно сделать, как бы, чтобы вот этого рывка не было, остановки. Значит, у них анимация должна быть равная, что у того, который стоит, смотрит там в покое. Вот, 25. Всё. Запоминаем. Эскей. Теперь зайдём в Edit Mode. Зайдём в Post Mode английская А. Всё, других кадров нет. Можно это всё дело, значит, редактировать и в Dropsheet. Так, Object Mode, поворот влево, разворот вправо, да. Здесь оставляем тоже 25 кадров. Это значит, от 45 нужно 21 удалить. Удаляем в Post Mode обязательно. Английская А. Выделяем все кадры и удаляем вот этот, значит, анимацию G. Подгоняем на нулевой. Так, есть такое дело. И теперь, где он просто стоит. Угу. В покое. 25 кадров нам надо в покое поставить. А здесь 80, поэтому такая задержка. Получается, нам нужно 25 кадров в покое. Так, нормально. Вот он раз моргнул и, в принципе, прикольно. Тем более, в покое он стоит. У него стоит настройка на постоянку. Заходим. По 25 теперь ставим Logic Basic. Значит, Allwise на кости он стоит. За место 86 ставим 25. В покое. Потом присел, стреляет, кейборд. Клавиша D и клавиша A. У нас вот этот разворот. Поворот влево. Ставим 25. Так. Угу. Так, и тут тогда надо Loop Stop поставить. 25 кадров. Энтер. Так, тестим. А ну-ка, 0 на NumPady. Делаем P. Go. Так, кейборд. А ну-ка, что я тут поставил? Ping-pong. Это двери. Loop Stop. В принципе, это не должно влиять на включение, да? Loop Stop лежит. Running Loop Stop. Везде Loop Stop. И на D Loop Stop. И тут тоже Loop Stop. Ну-ка. 25 кадров. Лежит 40. А, я нахожусь в PostMod. Пардон. Думаю, чего ты не включаешься? Думаю, не может сбоя быть. Так, а ну-ка, идём. Берём ствол. Во-во. Видите, уже поворот без центральной точки. Он просто поворачивает. Уже прикольно. Осталось теперь... Вот, если он раз, вперёд идёт. Тут, роп. Потом, хлоп. Сюда. Хлоп, сюда. Ага. Понятно, почему стоял Play. Давайте, чтобы это всё, значит, проигрывалось. А ну-ка. А ну-ка, Loop End поставим. Ну-ка, Loop End уже, как бы, нормально, да? Ну-ка. Побежали. Тут кого-то увидели, присели. Ах ты, гадиланыш. Ещё раз присели. И немножко постреляли. Табуляция легли. Бандитов отсумели. Так, ну вот такая пока информация с корректировкой. Ну, а это, где он поворачивает, я потом уже дальше подкорректировал. Корректирую руки. Всё, всем пока. До свидания.